ПЕСНЯ 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 Отец, нашли песни. Ради Господа и Бога нашим Испуса Христа, прибудись с нами. Приготовь эти души к принятию святого таинства, крещения, освобождения от прошлой жизни, ощущения грехов. Поставь Твою охрану над душами нашими. Не нам, не нам, но имя Твоего да и слава. Хвала Тебя, Отец Святой Дух. Аминь. 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 У нас опыт очень и очень большой. Что такое опыт? Это значит, мы это дело проходили. Я делаю вступление, когда мы готовились ехать за границу, ну как делать государство, о котором не знаешь какие порядки. Я по интернету все выбрал. Выбрал, все это отпечатал, у меня клиента хорошая, перестел и все. Все. Все государства. Аминь. Мы проехали. Я все заучила. Кажется, доход я была. И когда вернулись оттуда, я сказал, ничто не сгоделось. То есть сгоделось, что мы знали. Но как там строго, с нами нигде этого не было. Польша, особенно там, в Поляке, там, Федерация. А она выиграла наши документы, взяла, отходила, до свидания. И до сих пор прошло. В Швеции, допустим, там нельзя копить голубей. Там еще что-то. Мы этого и не делали. Так поэтому знать надо, а мер никаких мы не принимали. И говорили, что у вас отгодели, как от трактора, прямо идет в атмосферу, в берегу, за рубежом, вас не пропустят, даже никто не подошел мировым. Но это никуда не бедно. В общей сложности мы прошли 120 тысяч километров. Это три раза. Ровно три раза вокруг земного шара, 2,4. И вот по опыту этому скажу, что вот мы, когда били занятия в университетах разных, и объявляли о правильном крещении. Тогда много было. Один год, сразу 26 человек обращали внимание. Но тогда были все местные. Общий нагослав. А сейчас всего мира отовсюду. В прошлом году с Ливаном была эта паука. Кто-то знает. Наталья Усатая, Германия. Тут приезжал из Пранции. А я из Пранции. Мы уже в каждом другом формате работали. В общей дистанционной. Дистанционной. Мы с семьей не смещались. С вами. Ну, с кем мы смещались? Я говорю, вот это здесь. Работа. И сопротивляется. Морится. Но у каждого было два поручителя. Вот я объявляю. Занятия идут. И в конце говорю, кто желает принять истинное крещение, подавайте заявление. Аминь. Вот он и здесь написать вам. Теперь, когда поднесем, а я за картами расстрою. Так. Вот видишь? Полный зал аудитории. 410. Вы кого знаете? Ну, вот я знаю его. Просто так. Вот делите его себе поручителя. А вы его знаете? Да. Два поручителя. У женщины – женщина. У мужчины – мужчины. Поручители что имеют право? Сказать ему, где ты работаешь? Узнать. Сходить на работу. У студентов сходить на занятия. У преподавателя. Узнать, что ты за путь. Вот это Сергия Игоревна. Только положили. После крещения совершил двойное убийство. И ясное дело, что его нельзя было полагать. А его только положили. Теперь ссылается на патриарх Алексея Хорова. Это нет. А патриарх не может правила отменить. И сейчас главный упор на это правило. И поэтому люди, которые у нас подавали заявление, они работали, вот как здесь вот. Где у нас кто? Да, я вокруг головая сидит. Вот сейчас есть дети, где-то с ними. И я думаю, он работал дома. Одновременно даже не верил, просто собираюсь так. Он может быть поручителем. Поручителем мог быть тем. Потому что я наблюдаю, даю материалы иногда так кратко. Просто в него ходу беседы, и видишь, движется и виден. Поэтому мы наружную оболочку сохранили. А в действительности мы далеко от Аши. Тогда занимались. Это у нас получалось три года. Это проходили мы Новый Завет. Покажи нам на патриарху. Апокалипсис. Тут же в ходе. Противосектантские материалы. Второй том. Еще что-то там было. И песни-песняки. Из ветхого залета. И уметь как беседовать с депутатами. Три года. А трех до пятилетцев закон больше. Но если человек все знал, потом в святка входит, все знает, ему достаточно там, допустим, месяц, другой. А если, говорит, у меня все есть и знает, достаточно одной недели. То есть мы не давили на срок, а приходящий отглубной жизни, как епископ Морг говорит, и скоро допускать до крещения. Поэтому, аглашевные изведите, у нас тогда выходила половина общих в коридоре. Идти-то не было. Ну, они дальше двери проходят. Теперь, аглашевные изведите, завтра, сегодня, на эту неделю. Вы все должны выйти в предполе, в предполе выйти. Какие вопросы есть сейчас? Голосовать не будем, потому что мы ждем еще, люди будут. Пока. Вопросы вам зададим, вам что не ясно будет. Вы написали заявление, примерные вопросы. Я всегда вам оставил из книги, писем голосовую. Что для этого требуется? Так, ты кого из них близко знаешь? Да? Да. Екатерина, да? Да, конечно. Мама сейчас занимается. Ты полно можешь взять. Она сестра хорошая. И будет вам писать, говорить. Так, вот эти отроки спят здесь на ходу. Что они здесь находятся? К крещению готовят? Да. Я маме вчера звонила, она сказала, нам будет только за крестить. Мама еще сказала? За. Мама за будет, если покресят сына. То есть они согласны? Да. Родители согласны. И дальше. Ну, что сказать. Я за тебя проголосую. Я тебе сразу скажу. Ты тоже был один раз. Сбрындила там, но... Встала на место. А этого отрока я не знаю. Можно от него ожидать большего или нет, и меня на месте захватить. Он сейчас слушается меня, как шелкнул. Даже невероятно. Его поднять с места невозможно было. Иди сюда, вам надо будет сидеть. Еще не так сказали. Выскочь, сейчас из трапивы спрячешься. Это башка оттуда. Сейчас этого нету. Я с ним занимаюсь. Ты хочешь проверить? Можешь. Вот. Он даже с собачкой бегает. Где-то с собачкой? Он занимается. Рыбу там помогает где-то ловить. Ну, из-за стола, правда, еще... Твой день, как бы, выходить. Ну, то, что можно сделать... Я не ломаю его. Ну, где-то надо. Если он убегает, то он, наверное, поотрезается. Абсолютно... Это не жилец уже. Он бежит туда, не знаю, сам. Ну, он два раза сбежал. Больше не вернул. Недавно опять упелся. Ну, подбирал. Ну, сихну его. И уже то, что... Можно? Смерть. Смерть. Заходите. Проходите. Садитесь. Находите место. Поплоти. Сядьте. Маша. Поплоти. Надо проверить, чтобы вы ближе были. Вот это другое, то он может упасть. Ну, это непонятно. Стоять 4.40. Поплоти. Поплоти. Я им говорю, ложитесь раньше. А вчера герой, там футбол горяет, уже 9 часов. В этом манышам это, мы стоим после еды, где-то полтора часа спать. Ну, если уцепился за драндулет, а так поехал. Вы думаете, могу так сказать, драндулет – это рукательство? Это, надо бы написать, старое, исписанное техникость в университете. Это не рукательство, это определение техникости. Драндулет. Итак, с кого мы начнем? Начнем с братьями. Первое – Евгений. А это с каких, Игорь? Потом еще подвели. Ну, засчитай свое заявление. А вы проведете, правильно записали? Заявление о крещении. Я, неудательный Игорь Игоревич, уверовал в Господа нашего Иисуса Христа, принимаю Его, как моего Спасителя. Добровольно желаю принять святое крещение во оставление грехов и быть членом Святой Православной Церкви. Прошу внести меня в число оглашаемых, готовящихся к крещению. Обещаюсь исполнять святые евангельские заповеди и посты Православной Церкви. И все, чему научаюсь на подготовительных занятиях. Согласно Слову Божию и правилам Святых Соборов и Святых Отцов в Церкви. И бесспорно соблюдать правила церковной дисциплины. Это все понятно. Достаточно это исполнять. Мы попробуем по интернету. Это все интернетное знакомство. А то все. Прошлое занятие по владению. Интернет от Сатаны. Сатана не обращает людей. Он только любит. Так, если для кого-то это Сатаны, то для нас это дар Божий. Вот это вот, в прошлом году крестили сколько там, Левана, Пыла, Назалу, Германия, и так далее. А тут так. Держите его готово. Или положите его где-то поспать. Он спит натурально. Вон сюда, на скамейке. Встань, Левана. Встань, Левана. Пусть он встанет. Ну я не знаю, куда тебя положили. Да вот сюда. Ейте, Левану, послали. Может, у тебя постоит? А пусть он будет. Вот сюда садится. Вот. Этого скамейка вот. Две надо на скамейке. Левана. Идите туда пока. Поспите. Двое идите, ложитесь. Ногами только наружу, чтобы не запачкать. Володя, а нельзя две скамейки в ряд поставить? По-моему, вот эта скамейка с этой своей береей. И они мне хорошо повликли. Ну-ка, давайте. Ладонь. Разуйтесь и ложитесь. Вот туда идите. Там шире. Шире. Вот туда за стол. В эту сторону идите? Идите. Голова, чтобы туда, а на ногами. Игорь, сделай, чтобы ногами разной стороной. Ух ты под голову, полоси. Вот. С ними это. Под голову положи. Не туда. Вот туда, под скамейку. Головой к нему. Головой туда. А ногами, все равно ногами сюда. Игорь, сделай, чтобы они наружу и ногами были. Игорь. Вот такое просто и дело, вот так, головами. Уже не положить. Я сказал, ну вот тут столей тут двое. Головами на середину столей. Вот. Все отпускает его. Это наше будущее. Идазон обои ногами под лицо. Вы что смеетесь? Ну сказал, голова в голову. Три раза сказал. Вот такое и дело. Неужели сделать? Понимаете, что такое? Ложись. Неправильно. Сапоги пускай снимет. Да и все. Ложись. Сапоги с ними. Не только к другу с затылком. На затылке куда-нибудь уже едет. Сапоги с ними. И потом он не ложится. Развернись. Так. Владимир Пащенко тебя больше не знает. Как ты, Володя? Будешь у него поручителем? Буду? Куда-нибудь? Куда-нибудь? Куда-нибудь. Так. Ну я с тобой маленько работал. Видел где. У меня ни одного замечания нету. Я всем доволен. Не потому что только работал, а вообще. Занимаемся где что у тебя. Ну как мне кажется. Можете ошибаюсь. Это чужая душа в потемке. Значит пойдем к батюшке. Поставьте себе. Где-то листик чистый. Дайте мне. Так. Я ставлю плюс. Вы себе. Давайте проголосуем. Голосовать будут члены церковно-приходского совета. Вот двое. И здесь я третий. Больше никого нету. Второе. Я за то, что вы. Мы носим рекомендательный характер. Мы можем все проголосовать, а батюшка нет. А бывает мы его не допускаем, а батюшка его допустим. То есть он принимает решение. Я за. А сейчас три. Он больше нас нету. Игорь Голич четвертый. Глушко монет получает права. Какие-то бывают. Второе. Давай. Как поверите имя и отчество? Парамулов Александр Юрьевич. А где живете? Новосибирск. А ты где живешь? Тамбовская область. Тамбовская область. Ну ладно. Тоже самое? Тоже самое. Так. Ну вас мы почти не знаем. Кто вас знает больше всего? Никто. Никто здесь. А вы Новопашева знаете? Только слышали. Так не общались. Я лично не знаком. Нет. Риморова. Риморова знаем. Видите? Риморова? Да. Риморова Александра. Матушка Датьяна. А как он? Мы учились на благословских курсах на Мещерке. Я не знаю. Очень хороший человек. Он очень похож на вашего батюшка. Похож на передачи. Да. Мы у его взятия, кстати, Александра Пиловарова, Три брата. Три брата. Три брата. Моих три брата. Вот поразать отец Ахим и Павлову. Мы полный курс прошли у него. И у него отец Игорь, кажется, был священник. И был он где-то в Колыбане. Сейчас он настоятель храм. А? Сейчас отец Александр настоятель храм. А то сейчас нету. Ну ладно. Немного мы знакомы. Вот как мы с вами познакомились. Вы где-то солдали тут раз? Здесь нет. Понимаете, ложь от кого? От дьявола. От дьявола. Поэтому если этот человек солжет, то это в профильму никак не будет. Ваша жена где? Вот рядышком. Вот она. А кто из детей здесь? Вот она. Как ее звать? Илария. Представь сегодня. Я первый раз встретил. У нас это была монашка восторождался. Илария. Имя какое? Как музыка. Илась с сокровищем. Так. Кем ее для вас является Иисус Христос? Вечным Спасителем. Вы бы доверите, что наши люди Он взял на себя и пошел? Однозначно. Поэтому все, которые говорят, что не так, вот это пророк, это бред сатаны. И спорить еще не могут. Спастись никто не может. Все до одного шли в преисподние места. Начиная от Натана и кончая, которые при Христе умерли. Наташа, как написано, проповедовал. И оттуда вывел. И мы в это верим. Священные Писания Библии прочитали? Да, конечно. Есть ли места, которые вас владеют с мужчиной, вы не верите? Нет. А у тебя? Нет. Абсолют авторитета. Это Бог говорит. Иоанн Затарус – это святые отцы. Каноны церкви – это собор, отцы собрались и сказали. Беспрекословно. Восвитие в Юбле у меня книги называется «Открытый Бог». Ну что, снова голос вы? Кто готов, что пропустить? Я просто не знаю. Я не знаю. Даже я не знаю, где ты еще сделаешь. Никого я не знаю. Я-то и ту, только по интернету знаю. Воздержался. Так, у мужчин-то больше у нас никого нету. Вот дети отпускают. Святого Мальдена. Ну давай по порядку так. Мать, рассказывай, как звать? Марина. А? Парагонова Марина. 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 А вы когда убирали? Больше 25 лет назад. То есть вы регулярно ходите в церковь? Да. Никуда дальше экстектантов не клонились? Нет. Встречи только с ними были, над артистами. Встречи были, да. У нас ведь обещается это дело. Нет, встречи были, да. Старые цели передать что-то. Или добрые взять. У них хорошее издавали раньше журнале, братские вести. И журнал московской патриархии. Как небо и земля. У них такие пробу. Где был патриарх? Кого руку положил? Кого отмечил? Один вопрос. Чем для вас является Иисус Христос? Вечный Спаситель Малайон. У нас одна была. Я спрашиваю, сейчас в крещении будет. Кем является Христос? Хороший человек. Как в Иисус Христоске придумал. Еще на год отложили. Хороший человек. Она через год уже отметила правильное. Он спаситель мир. Второе место Троицы. Он стал Богом. И стал Богом-человеком. Родившись и сделал Богом. А почему? А как грехи мира? Как Он говорит? Божество бесстрастное. Бог не может. Надо было принять плоть. И принять плоть без семена за чаши. Без мужского цели. И Дух Святой найдет у тебя, осенит тебя. И рождаемое тобой святым и речется. Люди это все оспаривают. Почему? Неверие. Ну а как это так может быть? Мой вопрос задает. Вы скажите, морская слеза есть или нет? А как она оплодотворяет от искусства усилий? От удара молнии. Молния бьет. Электрически дарят. И у нее оплодотворение происходит. Как это? И в природе мы неоднокравно даже, оказывается, встречаем это. Поэтому оно и чудно, дивно. Все Девы, ващевы, принят ради Цин, она ищешь ими и мое. Дам дивное знамение. Свет обыкновенный. Даже никакого знамения нет. В этом мы должны веровать в Бога Отца. Вы признаетесь о любом? Символом веры. Символом веры. Видите, больше спрашивают такие вещи. Остальное вы знаете. Посты никогда не нарушайте. Вот в нашей книге «Крестное православие». Там это все написано. Каждый день расписываю. Я работал в большем уставе, которым желаю рассидеть. Да никому скорее пор вообще. Сегодня много пишут разные. Семинаристы, чуть ли не шахтеры. А знаете, когда путешествуют, можно посты соблюдать. Я говорю, так это вот в Коране написано. Все мужики. Это вот. В Коране мусульман написано, а то не в Библии. Да. Но нам сказали, вроде крестноход идут они куда-то. Крестопосты. Ну и едят колбасу. В постные дни. Не положим. И не умрешь. Вот к нам привезли ребятишек и есть с избыточным весом, как говорят. Ну и сразу спросил, желают избавиться? Желаю. Ну и сейчас они у меня на краю стола. Кружку там капоту, один кусочек хлеба, зелень. А остальное проще. Вот уже они два дня так у меня живут. Посмотрим, как. Галатийская диета называется. Чтобы избавиться от всего. Вот один пескаль, ему еще не надо. Так. Кто за то, чтобы Марину Александровну? Анатолиевну. Анатолиевну. Да. Анатолиевну. Рекомендовать Крещение. Ну давай по мере имя общества. Ткаченко Екатерина Алексеевна. Ткаченко Екатерина как? Екатерина Алексеевна. 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 Екатерины, где у нас? Так. Вы когда умерли в Бога? 2002 год. О, 17 лет. Ну вот на наших ресурсах уже часто бываете, да? В ваших ресурсах посещаю занятия где-то два с половиной года. Какая разница, у вас занятия идут очень хорошо, и после этого ответ вопросов. Регулярно участвую в занятиях и в молитвах симметрантных. Наталья высота за вас получилась. Возьмите ее в кресло. Она очень хорошая. Мы с ней общаемся. Не забудьте, что она заплатила за деньги. Я могу все от нее отдать. И вас есть куда положить? Да. Все, зайдете ко мне. Новый Замет. Трехтомник. И к Иисусу православию. Кем является для вас Иисус Христос? Иисус Христос является для меня личным Спасителем Искупения. Он пролил свою кровь на Голгофе во искупление и очищение моих грехов. Для того, чтобы я имела жизнь вечную. Я принимаю его своим личным Спасителем и Искупителем. Ну, хоть сегодня прописать, правда? Регулярно занимаемся чтением Писания. Библию изучаем с детьми дома. Также на занятиях дети присутствуют, которые ведете Сергей и Павлович Попов ведет и вы. У меня дети также присутствуют на этих занятиях по изучению Библии. Библию регулярно с детьми изучаем также самостоятельно. С детьми уже прочитали Ветхий Завет. Лично я Ветхий Завет прочитала. Третий раз заканчиваю читать полностью Библию. А Новый Завет прочла по 17 лет, наверное, в 118 раз Евангелие прочла. А вы на занятия какие уходите? Один ведет Попов, Сергей и Павлович. Я все занятия посещаю. Я все занятия. Санченко, Попов. И еще Семеном Вячеславу вел, но он сейчас ведет. Никиты посещают занятия. Все, которые есть в интернете. Четыре идут у нас с канала сейчас. Это новые люди. Те, которые что-то, где-то, как-то, ну, стали подражать. Не живут ни детским умом. Храм я посещаю регулярно. Православная церковь. Исповедовались, причащались. Но уверовала по Евангелию, слушая Ваши проповеди. И Библия для меня заговорила. Лично для меня она стала живой. Я поняла, что каждое слово Библии написано лично для меня. Я принимаю каждую запятую. Это все относится ко мне. После того, как я прослушала Ваши проповеди на интернет или канала. Раньше я храм посещала, читала Библию регулярно, Евангелие. А Библию, Ветхий Завет мы не читали. Он просто вот на нас лежал. Я считала, что достаточно Нового Завета. Но потом я поняла, что Ветхий Новый Завет, они как два крыла. Они обязаны быть изучаемы. И мы должны все знать полностью Библию. И сейчас я не представляю, как можно день прожить, не занимавшись, не пропитав. И детям также наставления дают. Это живое слово, это пища. Это наша жизнь. Души. Не многие пишут это в интернет. Мы хотели совсем уйти столько пакости. И вдруг на Вас натолкнулись на канал. У меня также. Теперь только утром помолимся и скорее пока доработаем. Сокровища у нас огромные. 21 тысяча 900 роликов только на одном канале. А второй каждый день на 10 роликов приближается. Это Бог дает. Я себе ничего не могу приписать. Сейчас вот стихи-то насчитывает Калачок. Там еще один. И еще один какой-то Юрий. Стихи насчитает. Значит с картинками. Я смотрю. Я как будто первый раз вижу. Столько там в стихах. А он еще пишет. Каждый раз. Вот я считаю стихи. А я не пойму, а что это означает. Какие-то слова. Я разъяснял. И дальше снова считаю. Когда он понимает, о чем считает. Я писал. И до конца я сам не мог проникнуть их. А это 4 тома по 800 страниц. Надо нужны. В начале женщины. Сильно слабевает стих. Под женским голосом. Мои стихи написаны для того, кто может. Перенести это в себе. Мужской голос. И они так фразы. Женский там, где семья. Вот это оно пойдет. Я прослушал все. Посмотрел. Я могу ценить. Мастера художественного слова. Держите, что имеете. Так. Вопросы задавайте. В любом вопросе задавали. Можете задать. В любой момент. Видите, мы в Барнауле. Там церковно-приходской совет. Там 10 человек могли бы быть. А здесь. Мы в другом месте находимся. Вот Игорь клеет. Нам будет уже четверо. Игорь задавал его у вас. Вопросов нет? Так, кто за то, чтобы допустить? Екатерину Алексеевну Клащенко. Если она говорит правду. Вот все. А в этом сомневаться не приходится. Видно. Свобода может голосовать. Я не знаю. Я не знаю апостола Павла. Я голосую за него. И Ивана я не знаю. Я не встречал никогда. Но видя его труды, я его руками проголосую. Так что ничего особенного нет в этом. Вот если бы на одной лестничной площадке с вами жил Александр Сергеевич Пушкин. Саша, здорово, здорово. И все. Ни одного произведения не считал. Или через 200 лет просчитал его произведение. Никогда ты его лучше будешь знать. По-моему понятно. Так что здесь мы видим истинное обращение, вера. Следующий кто? За вами. Анастасия Каченко. Громче. Анастасия. Каченко Анастасия. Каченко Анастасия. Анастасия. Как перечеркнуть? Василиевна. Василиевна. Анастасия Василиевна. Кажется, у Ивана Грозова была жена такая. Так, ну вот все вопросы слышала? Да. Так скажем. Совсем согласна. Сколько тебе лет? 14. Сколько? 14. 14? Да. Вот и здесь. Она выше не на русском. Хорошее питание, скажем. А я пока вырос. Мы в Кольщино учились. А брат старший мне на 5 лет. Он мне выше намного. Ну, у меня маленькая татаса из дома брали. Солод. Солод. Перемолотая проросшая рожь. А потом, мать настаивать, в пище русской. И она коричневая кулага называлась. Вот кулаги-то, по миру оттуда идет. Ну и у меня там полстакана, а себе там два стакана. А я говорю, я не наедаюсь. Мужчица 12-15 км. Он соскучился. Ну давай меряйся. Ну а кого меряйся? Шпингалет такой передний. До плеча не достаю. Он, во-первых, рослый. А во-вторых, старший на 5 лет. Замолили меня. А сейчас я вижу, как раз. Кое-где мне бы пришлось сильные горбачицы. А так как раз. Я прохожу под собственный рост. Я вот все, что узнаю, смотрю и подошу на себя. За все Бога благодарю. Так что вот благодарю за это Бога. Ну мы тут мало были. Смотрели с мамой в интернете? Часто бываете? Ну что-то есть несогласие какое-то? С чем-то? Или вопросы хотелось бы задать? Нет. Смотрите, если не согласен человек, мы его не выпустим просто так. Мы будем давать ответ. А ответ согласно Слову Божию. Если он дальше не согласен, он должен сказать, с кем не согласен. Со мной или с Богом. Потому что я тебе буду давать Божьи слова. А Божьи слова – это Святая Библия. Я не спрашиваю, кто из вас с каким иностранным языком владеет? Ну, Далеша, вы приблизительно вопросы прочитали? Да. Ну, в этих вопросах, которые вы дадите потом, есть что-то такое, что смущает вас? Да, ничего не смущает. Я согласна. Вопросы поставлены… Это я составлял. Я, как бы, старался со всех сторон смотреть в внутреннее состояние человека. Веришь ли с нам? Вопрос никто никогда не задает. А это означает, или ты на особой примете у Бога бывают сны пророческие, или просто сатана тобой играет, как игрушка. Когда человек верит с нам, это беда. Священник на исповеди спрашивает, не верил ли с нам? Сны бывают трех родов. От Бога, от дьявола, от забот житейских, от переедания. Все. А как определить? По Слову Божию. Иван Костян говорит так. Если ты видел крест во сне, сто процентов от Бога. В каком виде крест он не говорит? Там где-то на знаме, на хоруме, на небе. Крест под именем креста. Так решает. И они дают ответ такой. Сатана может показать Божью Матерь, Христа. Показать. Призрачно. А крест не может показать. У него материала нет. Крест – это высшая любовь. А у сатаны этого нет. Интересно. Богородица является. А крест ни разу за 2000 лет не было. Хорошо знать, что ты святых отцов. Крест. А если крест видел, но и тогда не толкует. А пойди к духовному отцу, который духовный, помолитесь вместе. И он скажет, надо тебя познавать или дальше откроется. Я видел крест. Я видел. Помните, мы ездили в железнодорожный мост? И там, который раньше был не бетонный, а железный. А там, ну, примерно вот такой высоты, если так боком положить, вот там вот такой. Ну, поезда идут. И он длинной, ну, отсюда, может быть, до деревьев. И я сижу на краю стеневой и лечу в облаках на этом кресте. И дальше гляжу. А на мне зеленая рубаха в меточку. Я все помню. Она на ветру развивается. И крест я не руковожу его. Он легкий. И спускается, вот как первый Андриашин говорил, Масановский лог. Вот здесь первый. Где у Игоря начинается так показаться. Там лед. И направо первое болото. И чуть повыше там. И он на это место садится. И такая тяжесть его, ну, тысячи из полторы тонн. И он вот так вот запахал прямо в землю. Но я когда соскочил, крест я примерно вот так вот, в лежащем положении. Железный. Больше никого нету. И я кому-то говорю. А что это означает? И волос, откуда я не знаю, говорит. Это страдание России. А почему я один? Ты пойдешь, если первый. Для разговаривания. И в это время идти. И вдруг это первое, которое тут маленькое озерко. Там конкурс идет. Мыть бутылки из-под молока. Кто выше, выше вымыть. Глупость какая-то. Но за этой глупости столько было. И я начинаю оплывать. В мою. И вижу в моей бутылке самое чистое. И кто-то сзади разбивает бутылку. А она у него падает и в грязь. И вот этим, когда она падала. Такими вот. Стеклянная бутылка. Тогда не было этих. И он меня бьет. И прямо в позвоночник. Эта грязь вся заходит у меня в позвоночник. Я чувствую, как я ослабеваю. Я иду и опереть вся охота на кого-то. Сейчас не знаю кто. Платюшка или кто-то. Я опираюсь на них. Аня вот так вот прогибается. Я не могу. Я затыкаюсь. Вижу под ногами большая сеть, которая львов ловит. Я в фильме в этом видел. Я стараюсь так наступать. Вот эта вот дыра, которая от веревки. Так, чтобы из веревки веревка. И вот где мы ягоды-то собирали тут. Околочек первый. Береза там сваленная. И гляжу. Стол такой накрытый. Длинный стол. И сидят заседатели. Красным полотном накрытый. И меня подводят. Это суд идет. А я уже разговаривать не могу. Я подошел туда. Похаживаю. Мне причастеть его надо. И тогда через стол перенебается Борис Киловаров. И вот так. Вот у тебя на непричастие. Борис Киловаров. Это до ареста. Это за 70-е годы было. Я священников вижу, какие наши сидят. А там все наяву. Деревья. Небо. Все вижу. Дальше будет все точно так, как я видел. Так и будет. Так же для меня сеть расставили. Так же я осторожно шел. И 190-ю прим. Они не могли на 70-ю перевести. А это в два раза дольше срок было. И они меня бьют в психиатрии. Делать укол этот. Называется пульс ее брать. А я оказался. И меня миновало. И они взяли. То есть я остался живой. И так же назвал причастием. Но Господь взял так, что местный настоятель Войтович, отец Николай. Пришел и причастил. Но я знаю, что он придет. Мне сказали, что он придет. А он полностью все продал в Советской области. Может быть в КГБ даже служил он. А тут он пришел. Я ему все, что он нас выдал, в списке подал. Я ему все списал. Главное в этом. Виктор Андреевич приехал. Ооо. Мы маленько еще раз пройдем. Наш врач к краевой больнице. Очень хороший человек. Ну и вот здесь. Я на суде это все увидел. Здравствуйте. Миром. 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 Проходите сюда, пожалуйста. Вы не думаете, что-то где-то ракетируют пришли или что-то? Незнакомые люди, познакомимся. Александровича. Александровича знают. Мы это знаем. Это, наверное, 20 лет. Да? Да. 90 лет. Кладу дальше. Вам понятно, сны какие бывают? Мы разбираем сейчас, верит человек или нет снам. Крест. А дальше все у меня идет как по нитке. И когда я освободился в первый раз, я пошел на то место, где крест этот запахал. И стал смотреть, где он тут запахал. У меня настолько это было реально. Я думаю, я сейчас найду где он, ну, полторы тысячи тонн. У меня говорится, что полторы тысячи тонн. И он как запахал с неба, то я в облаках летел. И в таком месте, где оно там есть. И как он шел. Я так процесс между петлёй прошел. И заседание было. Где-то вот так вот священника показал. И главное, через весь стол, стол широкий такой, отец Борис говорил, вот так вот просунулся. Вот тебе. Ира. Вот такая реальность, это все я описал, стихотворение написал. Понятно? Почему мы говорим? Сны бывают от Бога, а от дьявола придет заботь житие. Вот здесь, стихотворение. Смерть. 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 Так, иди сюда. Так, а где Добанов? Мы ползаем еще туда. Виктор Андреевич, сюда садитесь. Спасибо. Так, иди сюда. Спасибо, Сергей. Член церковного пикотского совета. У вас в представлении общей будет двое. Светлана Цитовская сидят двое. Вот, принимаем. Двое уже уморились, смотри, спят. Да, вы готовы? Длили поздно, остаемся в 4.40. Так что ребёнку с охраной. Там, если там такое, пишешь и стихи. Почему? Те, которые пишут стихи, это, как говорится, немного щёкнутые. Потому что он начинает закручивать, выкручивать. Они и стихи пишут, а бред своего ума. Вера. 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 Так, он всё разрешается записывать и фотографировать, что хочет сделать. Женя, поставься поближе тогда. Да был вопрос. Сейчас придёт. Далёко? Сейчас придёт. Вот смотрите, я снова обращаюсь к этому. Анастасия. Кто рисует картины? Какие? А ещё на этом вопросах всё стоит. Не запрета нет, а направление дать. Стихотворение написать – это непросто. Ну, считается глава всех поэтов в России – это полуараб Кушкин. А настоящее стихотворение, которое можно считать Богооткровением, ну, от силы три. С натяжкой. Пёрши – это пророк. Как труп в пустыне я лежал, и Божий глаз ко мне воззвал. Восстань, пророк. Внимли. Весь. 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 В. Весь. Вiesen. В. 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 Стихотворение. В. Поиск. unnил города. Он переходил. В интернете list. Вдеть роверный. Сим. Я не мог удержаться. И Бог сказал, говори. Будут они слушать или не будут? Проходит глава 5. Иди и говори. Будут они слушать или не будут? А ты говори. Они будут, как бурный ветер. А я тебе сделаю столой. И они разобьются от тебя. Ты камень для них. Они все разобьются. Вы знаете, у нас одна прихожанка, 94-й год. И в прошлый раз преступление один человек делал. Я называю подкопку на 2. И она пришла ко мне на дом специально. Представь себе. Я пришла. Прям такой бодрый характер у нее где-то. Меня выречают. Вы далеками. Они все разобьются. Я вижу, такое неразумие. Ну, малые дети. Ну, кого там. Ничего нету. Он наслушается. Какие-то курсы кончат. Американский ходил на курсы. А там, как разбогатеть. Вот курсы ничего не кончало. Корова, теленок. Не разбогател. Корова, теленок. 36 голов. И ничего. Подобно уметь кабая. Начало. 4, наверное, века работало. А сегодня уже почти 700. Вот и работа. Работать надо как. Вот у нас пример здесь. А не то, что я буду что-то делать. Кошек без флосок разводить. Кто-то купит. Никто килы не нужны. Ни на щенках, ни на страусах не разбогателить здесь. Здесь труд. Работа. Итак, мы работаем по-божественному. За Анастасию. Вот. Девиса сидит с матерью рядом с Качанкой. Мы уже проголосовали? Нет. Кто за то, чтобы ее допустить от крещения? Мы голосовали с боями. Один воздержавшийся. Так. Потом мы к тебе вернемся. Так. И тащи его тогда. Мой Арсений. Так. Вы его крещение назовете? Да. Всегда. Как его звать-то? Арсений. Арсений. Сколько лет? Одиннадцать. 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 Без отца? Отец дома. Остался. А кто его воспитывает? Оба родителя. Но в духовном плане воспитываю я. Дело в том, что я его начинаю подталкивать. Он ест медленнее всех. А раньше нанимали так. Хозяин, когда нанимает. А работников там много. Ну, он, знаете, бедный, на корме он воровать не будет. И он приглашает. Пришел. Ему надо троих взять. А там три тысячи человек. И он всех кормит. И когда они борща богатого дают, там, что второе, он ходит мимо и смотрит, как едят. И которого эта общенка, и его никогда не возьмут. А какой он работает? Вот если собаку держишь, и она принесла восемь щенков. Первый принадлежит хозяину суки. Второй щенок. Месячный. Хозяину кобеля. И он выбирает из этих. Хозяин выбирает. Из остатков выбирает хозяина кобеля. А остальное хозяин приходит. Ну-ка дайте им ездить. Кто пришел покупать. И смотрит, который хватает, другого отталкивает. Это мой. Это мой здоровый, крепкий защитник. А который где-то согнулся, это неизвестно, что будет. Так и в человеческой природе. Надо серьезно быть. Сможешь ты поднять его? С Божьей помощью. В духовном плане? Сама нет. Сколько он может здесь побыть? Со мной же. А билеты взятые на Москву? Сколько? Билеты на 13-е взятые уже. В воскресенье завтра обратно. Завтра обратно. А что я сажаюсь? Это не даст. Это ваше дело. Вы мать. Не знаю. Но судя по тому, что я увидел, я не принимаю. Но батюшка Сиелин, вы с ним поговорите, скажите так. Мне обещать никак нельзя. Если бы он у меня хотя бы месяц был, как вот этот лег спать, мы вообще вышибли из жизни. Ко мне в лагерь присылают людей только тогда, когда уже где большинство идет. Вот от нас только идут на слаги уже. Это последняя ступень. Мимо. Братцы, здесь. Иди. Давай, братцы, поближе. Дай тебе по месту. Так, мы коротко скажем пока. Дальше ты знал. Мы начали с этого конца. Это Евгений Узакин и Стамбул. Сколько ты здесь? Второй месяц. Второй месяц. 100% за него. И знает, и спокойный. Еще нет. Мы проголосовали. Дальше из Новосибирска. Это парамон Александров. Это жена его. И девочка. Девочка. Голубка. И имя такое. Илария. 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 Новосибирский я был у старобрядцев. У них монашка была старая такая. Хорошая. Так. Ну а дальше мы... Андрюша, я говорю, тебя вообще никого не знаю. Ни в интернете нигде. Поэтому мы двое проголосовали это не допустить. А в интернете нет у вас, да? Вы на занятиях не участвовали? Есть. Не всегда участвовали. А вы там двое сфотографировали? Нет. Муж. Муж. Это отдельно вот двое и их дочка. Вот так розовая. А это отдельно вот сидит мать, дочь и сын. А кто мать? Вот это мать? Да. А мы нашим садужателям взяли участвовать. Ну если знаешь, так, так. За маленьких мы не можем, не знаем как. Только батюшка решает. Мы говорим, что наш голос совещательную силу имеет. Все решает батюшка, не мы. Мы покажем, сколько человек проголосовали. Тем более, почти никого не знают. Ну вот этот вопрос закончили. Последний. Оттуда идем. Как фамилия-то? Далее. Малых. Как? Как? Малых. Малых. Ну вот давайте. То есть правильно пошел, что заходите в храм. Брат, иди. Да, да. За батюшка есть. Это можешь оставить? А это он отвечал на вопросы, да? Да. Согласны. Так. Значит, ты сказал, кто прошел собеседование, можно найти в храм. Вот хотите. Есть вопросы? Идали. А? А? Ну, я хотел спросить. Есть какие вопросы? Ну, я хотел спросить. Ну, тогда иди. А Слове Божьем их как бы не читали? Поднимайте. Читали Слово Божие? Да. На чем остановились? Все нормально. Мы сейчас в Макфееве. Скажем. Скажем. А Ветхий Завет не читали, да? Ветхий Завет читали. Читали? Да. Это Игорь Табунов. Ну, когда будет на вас наплывать. Нет. То есть он наплывает на вас. А что я наплываю? Я что наплываю? За меня держитесь, я вас вывезу. Я хорошо плаваю. Собор, это Житова Божьем? Да. Я испоюсь у него. Ответы на вопросы. Писанами идите. Писанами, да? Много написано. А, ну, много написано. Ну, читали? Сейчас с собой еще. Вот это. Идите в батюшку. Мы хотели дочь, чтобы с ней вместе. Ну, Хайлари, иди сюда. С бумажкой вместе. Иди с бумажкой вместе. Она сама писала. Сама писала. Ничего себе. Вот тут, говорю, я с первого дня заметил. Проголосовал. Ты даже не делай писал. Ты веришь в Господа Иисуса Христа? Да. А чем он для тебя является? Моим личным. Ну, у меня вопросов вообще нет. Какой день выезжает она спать? А она писала, она пошла на работу. Да помоги тебе, Господи, чтобы ты в 18 это сказала. Самые сложные. Мы с Вяческим познакомились так. Это нам монахиня посоветовала посмотреть. Так, вот эта пачка из вас, поднимайте. Да, 3-4-5-6 человек. Можете идти. Там, в 7-ом. А остальные, Женя, иди сюда. Что-то в этом году решили не затягивать. В том году у нас часа четыре все проходило. С восьми их, да? Да. Ничего, и ранние какие пташки. Так. Скажете, что проголосовала. Нам раньше вас точно. Что их взять? Это. А по одну минуту еще. Давайте, дайте. Это уже дали. Для опыта тела. По одному сказали. Ну, конечно. Ну, пока присядьте, конечно. Он выходит, а потом и зайдете. Я думал, что вообще эти двери не выходят. Так, давай тогда дали. Расскажем. Когда ты уверовала? Уверовала. Месяц назад уверовала. До меня, как сказать, спустился Дух Святой. Я поняла, что Иисус Христос является моим личным спасителем. Что без него жизнь бессмысленна. А как же ты ходила на занятия брату Игоря Владимировича Добурнову? Да, она два раза. Я готовилась. Два раза. Два раза она была на занятия. Два раза? Она не часто была. Занятия-то богатые у города Игоря Владимировича. Ну, там говорили, да, все. Что непонятно. А ты сама как ты думаешь? Что же делать? Послушная или непослушная? Непослушная. А как от этого избавиться? Или тебе это нравится? Нет. Нравится. А кто у тебя есть на земле, которого ты беспрекословно слушаешься, понимаешь, что он ищет на своего от тебя? Чтобы ты именно была невестой Христовой. Чтобы ты жила для Бога. Не поняла вопрос. Что? Не поняла вопрос. Ну ладно, вопрос по-другому поставим. Ты хотела, чтобы представление твоего, глупый Бог и Суд Божий, как-то уверовала, в крещение все смывается. От твоей жизни после крещения пошла другая совсем. Не так сегодня загорелось. Все эти блюки, все тюбики свои выбросила. А завтра пошла смотреть. Не уезжали способ делать это? Может быть еще перекроить можно? Чтобы такого не было. Нет. Моя жизнь полностью изменилась. Я сменила. А кто с тебя может поручиться? Что-то так. Ну кто? Редом кто сидит? Мама. А она может подтвердить, что это так? Тут еще один знакомый у нас есть. Он может сказать, что ты послушная? Можем спросить его? В телефоне. Как всегда. Иди сюда. Как всегда. Тут вопрос его решает, что он в телефоне. Как всегда. А что он кричит тогда? Давай серьезней. Молоко на это мед. Ну ладно. Я скажу, что... Дальше я с голоду не умрю. Это первое. Она. В незнакомом месте. Она хлеб себе добудет. Что там уже было у тебя такое? Попутно спросить. Ну ты сам. Для чего живу я? По-другому. Я тебе сказал. Лекарство. Вот такое бывает. Забился там. Человек. Ну не знаю, что делать. Лекарство очень простое. Домашних никого нет? Да мама старая. Так. Татьяна Владимировича. Зовите спальню. Переходи ко мне жить. Больше ничего не надо. Ты у меня как ЛД была раньше. Выпишите алкоголиков. Вместе встаем. Вместе вонись. Уходишь на работу. Работаешь. Где работал. Приходишь. Опять вместе со мной. У него неделя прошла у Михаила Петровича. Ничего нету. А после опять это начинает. Так и здесь. Андрюша пришел. Сколько ты у меня жил? Пять дней, наверное. Неделя. Изменилось многое? Конечно. И притом я его еще не ломал. Просто он смотрел. Мы встаем. Он встает. Мы за стол. Мы с нами. Поэтому на будущее я вам двери не закрываю. Да? Это в любое время имеется. Но не после недели вечера. Позвонить. Сказать. А завтра назначатся вещи. Или по скайпу. Какой вопрос. Ты для нас не чужая. Далеко не чужая. И не только из-за мамы. Мама твоя смотри. Как она. Прям буквально ворвалась в общем. Со нами в руках. Вы все? Можно? А? Начинать можно? Да. Можно я прочитаю слово учить? Последний раз. Сейчас я скажу. Последний раз. Когда она была на занятиях. Она задала вопрос. Сейчас я хочу, чтобы она на него сама ответила. Не без подсказок. Без всяких. Ты задала. Нет. Не троица. Да ладно. Это милость. Деткость. Деткость. Ты задал вопрос. Почему именно в нашей общине мы спасаемся? Почему именно в вашей общине мы спасаемся? Она задала такой вопрос. Почему именно в вашей общине мы спасаемся? Ааа. Ну а я буду показывать. А теперь скажи. Почему в нашей общине это твоя община или чужая община? Другая. Я на это отвечу. У нас были в прошлом году. Я не могу. Крещение приняли и ушли. Все. Она должна ответить сама. Нет. Я отвечаю. Как у нас было. А там ты писала о нем? Там должно быть у тебя записано. Почему именно в нашей общине? Она задала вопрос на занятие. Этот вопрос. Я хочу теперь, чтобы она отвечала. Не могу точно процитировать, но помню. Мы имеем общение друг с другом. И кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха. То есть в нашем общине есть общение, которого у меня нет. Которого у тебя где нет? В общине? Нет. А. Ну и слава Богу, что нет. Только радость должна быть, что нет. Вы стойте прямо в общине. Они выходят и сразу заходят. Ну а о том, что ты сказала, почему отец-сын, если ты друг, а не жучка-внучка, ты уже не задашь этот вопрос? Поняла. Или ты поняла его? Роденький смотрел, да. Ну ты понимаешь, как мне было слушать твои вопросы, да? Теперь. Ну, кто для тебя Троица? Кем является для тебя Троица? Ты там написала? Первый вопрос самый. Кто для тебя является Святая Троица? Иисус Христос. А дальше Иисус Христос. Подсказка идет. Иисус Христос для меня не является ничем спасителем. А Троица? Он кто? Иисус Христос. Он к Троице отношения имеет? Отец, Сын и Святой Бог. Он кто из них? Сын. Совершенно верно. Значит, Троица есть спасение наше. А кто у вас поручитель? Галина. Да. Какие мы слушаем поручитель? Галина письмо про... Галина кто? Да, до Забуляева. А до Забуляева? Она сама не смогла приехать, она письмо написала. Угу. Рекомендательное письмо для церковно-пихотского совета. Я, Забуляева Галина Александровна, поручитель малых Дианы. За неимением возможности быть на собрании совета в письменном виде, отмечу некоторые мои наблюдения, полученные в процессе общения с поручаемой. Диана – искренне верующая девушка, принимающая Христа как своего Спасителя и боящаяся огорчить Господа по незнанию своими поступками. За время нашего общения задавала вопросы, касающиеся духовной и бытовой жизни христианина. Со мной была искренне открытой. Принимала участие с братьями в благовестии, посещала богослужения и занятия по изучению Священного Писания в храме, как в храме, так и в доме брата Игоря Дубунова. После уверования девушка совершенно сменила людской гардероб над слонуренной одеждой, покрыла голову, чем дополнительно проповедует о Господе. «Полагаю, Диану можно допустить к окрещению». Последнее слово с уважением оставляю за настоятельным общим отцом Иоакимом и голосованием церковно-приказского совета. Диане 8, 36, 37. «Между тем, продолжая путь, они приехали к воде. И Евгений сказал, вот вода, что препятствует мне креститься. Филипп же сказал ему, если веруешь от всего сердца, можно. Он сказал в ответ, веруешь, что Иисус Христос есть Сын Божий». Так, тебя. Отпусти бы ее. Второй поручитель. Пусть второй поручитель скажет. «Мама не говорила вообще ничего». «Мама считает, что надо креститься». «Отпустите ее с мером». «А голосование-то будет или нет?» «Ну конечно. Давайте». «Кто за?» «А кто против, что не станет?» «Я против, если что». «18». «Игнать Ильич, я против, если что». «Я против». «Запишите меня. Почему против?» «Потому что она Библию не прочитала, Слово Божие не прочитала, и у ней тут такие есть отношения с некоторыми бибрациями, что может коренным образом изменится жизнь у одного и другого. И в конечном итоге, не зная человека, пострадают все. Вот я хотел бы еще год, чтобы она побыла здесь с нами. Вообще от трех с половиной до пяти лет оглашение происходит. Мы ее знаем всего полгода от силы. И из них она проплакала, как только я начинаю говорить, она начинает плакать раза четыре. Я просто ушел от нее и вообще уже к ней не подхожу. Как я подхожу, она плачет сразу. Я не понимаю почему. Первый раз она заплакала, когда я из шестнадцать наших пунктов показал, которые нужно исполнять дисциплинарных, и написал «Зрелище там, все запрещено, там танцы есть ли там или что». Она сразу заплакала. И потом оказалось, она танцевала. Я даже не стал спрашивать, в чем делать, в чем она заплакала. Я до сих пор не знаю, почему она плачет. Я знаю, что женские слезы не всегда счастье и радость. Понятно? Ну, еще говорить? Я знаю, что эти слезы иногда означают не радость общения со Христом, откуда бы ей знать радость общения со Христом, когда она еще ничего не знала, а свое бессилие переломить ход вот этой истории, потому что мама у нее веровала, она видела, что мама тоже поменялась, ей тоже придется меняться, а ей не охота, потому что мир, он затягивает нас всех. Нам не охота меняться. Мы не желаем бросить сквернословить, мы не желаем бросить какие-то, ну, на что-то смотреть и так далее. Очень много это внутри. И все это отражается внутренне. И человек не может держаться от избытка, от сердца, говорят, уста. А иногда не уста, а от своего поведения человека. Понимаете? И поэтому она со мной на эту тему не говорила, она могла бы сказать, вы простите меня, что я тут заплакала, это от счастья, от радости. Она же не говорит, она просто плачет, и начинаешь что-то спрашивать, она отворачивается, человек убегает и все. И у меня, поэтому другие ассоциации, не то, что все, а она заплакала, это радость, это счастье. Я не так это вижу. У меня большой опыт разговора с людьми. У меня есть жена, кстати, это моя супруга Марина Геннадьевна Дыбунова. Она секретарь община, она тоже член совета. Поэтому у меня есть понятие общения с женщинами. Это становление молодой женщины, которая скоро станет женой, матерью и так далее. Я бы хотел, чтобы не все было искренне до конца. Иначе это потом и на меня пойдет и так далее. И потом будут говорить, это вот он вас будет потом там найти, это еще гномить и так далее. А я не гном, я просто хочу, чтобы вы знали Библию, как я, как Игнатикович, как братья. Многие. И чтобы вы понимали, что нам жить надо по Библии, по-другому никак, по Слову Божьему. Потому что оно нас будет судить в конечном итоге. И я хочу до конца, чтобы она... Я вот ее мама сидит. И я сказал, Лена, я буду против ее исключения. Почему? Я говорю, потому что ты не прочитала Слово Божие. Она говорит, я прочту, вот я как бы обязуюсь прочесть. Я говорю, ты не прочтешь его, это очень сложно. Я говорю, что ты сейчас читаешь? Ветхий зайдет. Исаев. То есть еще треть Ветхого Завета читает. Да когда она просто на один раз еще не прочитала. Нам. Уже прошло больше, там где-то почти два года у нас. А она вообще не читает. Андрей, когда вы последний раз садились вместе в Библию и там читали? Вы же рядом седая. В последний раз какая-то. Никогда вот это прожимание плечами. То есть они об этом и не думали. У них радость, общение и так далее. Но только не в Слове Божьем. Вот в чем дело. Я еще могу говорить. Я думаю, хватит уже, наверное. И поэтому, пока не будет у нее в сердце Слово Божие. Пока она не засмеется над своими словами, которые она сказала о Троице. И скажет. Господи, что я там внесла вообще? Откуда я это взяла? Она не пришла еще ко Христу. Да, она заучила фразы. Дети, говорят, производится только потом. Восемнадцать лет почему-то их не найдете. Вы рядом с вами в церкви. Ау, где ты, дорогая? Где ты, милый? У нас этих детей полно, что потеряете. Вон в Барнауле. Рядом посмотришь. Вроде там пять детей было. А смотришься. А где ваши кормильцы? Где? Навстречу. Идите на смену бойцам, не страшася креста. Где они? Никого нету. То есть опять старые, горбатые. И с клюками идут вперед. И наша уже Валентина на том занятии говорит. А где наши дети? Где они? Никого нету. А мы уже старые. Кто нас поддержит? Кто понесет знамя проповеди? Так. Вот сейчас я еще скажу. Для всех. Не только для наших. Кто за то, что брат Игорь Владимирович говорил, согласен с ним? Поднимите его. Дальше. Дальше. И это одна сторона. Нет другая сторона. Другую сторону пока они это затронули. А другая сторона очень простая. Вот представьте себе. Она никого и христиан не убила ни разу. И вдруг является человек, на совести которого может быть тысячи людей. И уже через три дня приходит епископ и говорит. Мы не знаем каким голосом. И говорит. Что ты медришь? Три дня промедить тебе нельзя. Встань, крестись, омой грехи твои. Деяние 22.16. Так его не примут. Апостолы все боятся его. Никто. И только Варнава, его земля, заступился и вел. Все его страшатся. За ним такой шлейф крови. Это так. Вот я вижу и так. Она и так. Но сейчас она совсем в этом обществе не будет. Подпитки никакой не будет. От матери будет отторгнута. И все остальное. И поэтому уповая на милость Божию. Который делает так, как ему угодно. Следует допустить ее. Допустить. И она будет ближе к кругу. И спрашивать как со членом общины. Ты, Андрюша, согласен? Да. Ты, мама, согласен? И так. Но я еще раз повторяю. Брат Игорь Владимирович берет по высокой шкале. И говорит. Абсолютно правильно. Но обстановка показывает. Вчера объявили. Девятого. Девятого. Новый коронавирус заполнил уже три страны. То есть они выпустили опять жена. Все. И поэтому, если здесь начнут, то меры будут десятикратно ужесточенные. Не выйти, ничего. И все остальное ушло. Ей нужна подпитка. И потом полное перерождение. Проси об этом, Господа. Ни одного собрания у нас, чтобы не пропускали. Ни в дверях стоять и сидеть. Пробейся в самый уголок, где он сидит. Согласны? Давай, иди в очередь, сыновей. Мы проголосовали за него уже. Не прошу только не осудите брата за строгость. Он берет правильно все. Но обстановка такая сегодня, что… Я объясняю. Мне характеристику, когда мне тропарей дал, говорит проповедник и исповедник, что требует уважительного отношения. Вот сегодня кто-то отступит. Ну, малый еще там. А лонь буду прекращать. У нас только один человек имеет право заступать за падших, которые не вытерпели и пошли. Это мне право дать. Уменьшить сроки наказания. Быть более милостивым, потому что вы там не были. Но я это прошел и скажу, что за этим идет. И я с этой стороны даже подходя, а уже заранее, как говорю, то, что можно будет так. Ну, иди сюда поближе ко мне. Да, ты иди сюда. Вместе с тем. Разбудей его. Он все делает. Свет скряпает, без любого. Это свечок настоящий. Он с бабой приехал. Так. Максим Абадийская. Он прикинулся спящим. На самом деле, действительно. Садись. Подержи его. Он прикинулся. Сколько ему лет? В 4.40 встает. Ясно сделать. В 6.40. В 6.40. В школу. Так. Не будем задерживать. Иисус Христос. Кем является для тебя Иисус Христос? Иисус Христос. Иисус Христос для нас является спасителем лично. Сколько времени этого нужно? 2 месяца. По всем дням много плюсов могу поставить. Настолько мне это близко. Другое слово. Выполняет только бегом. Всех они ходят накормить, напоить, собак приготовить. Иисус Христос. Иисус Христос. Все успевает. И для кошек, и для собак. Нам бы такой работник здесь ох как нужен был. Ну и семья-то там не дали. Откуда? Город Наринмар, с севера. Наринмар, Наринмар. Вот, наручайник здесь сидит. Так. Не буду еще спрашивать. Просто проголосуем уже руками и все. Все у нее есть на месте. Все она слушала. Она служила. И ходила. И наше время не тратила. Чтобы в очередь успели зайти. Что хотела сказать? Я хотела сказать, что братья, я очень грешна. И хочу смыть все свои грехи в этом крещении. Простите меня, пожалуйста. Бог простите. Ну и все. Цыпленок. Он вместе с бабушкой идет, да? Он вместе с бабушкой идет. Батюшка решил так. Но зато завтра он выйдет, как ангел из воды. Помоги, Господи. Так. Давай вот я сюда. Катерина, приближайся под ногу. Да. Сама о себе говорит. Почему? Я недостоин. Но батюшка решали будет. Почему ты себя считаешь недостойной? Успокойся. Да. Главное, что у меня вообще ничего. Я вот сейчас поехала. У меня долго. Пахтисто. У меня остался. У меня остался. И я как бы и порвала уже отношения. Но остался этот мужчина за домом. Потому что не был. Это очень. Самый главный. Вы откуда? Из Тюмени. Как вас зовут? Ольга. Там хозяйство. Она не одна. Так. Муж очень консорительный. Нет. Ну что, сейчас уже. Я порвала с ней. Муж у меня другой. Ты себя по нации кем считаешь? Ну, у меня мать Чувашка. Я мне ее сдавали по Чувашке. Мать Чувашка. А отец? А русский. Да. На, в рентгенатом чем-то похожи. На, в рентгенатом Волга был. Похоже. Я сюда приехала, слушая, не знаю, каких ночах. Я очень много слушала его раньше. Всегда боялась. У меня такой страх там был. А вот Великий пост, начало, конец уже. Закончился Великий пост вот у нас. И я вот почувствовала прямо вверхе, перед собой. У меня было такое тяжелое состояние, я позвонила, поговорила, и я начала немного успокаиваться. Я бесконечно ревела. Мне здесь прям хорошо. Страх перед Богом? Да. Это хорошо. Надо благодарить Бога за то, что появилось это чувство страха перед Богом. Ибо это есть начало худости. Поступки мне не соответствуют тому, что нужно делать. И ничего не могу. И поправиться с собой не могу. Я говорю, а почему-то поступки другие. Ну, так об этом и апостол Павел говорил. Что поступки наши часто не совпадают с нашими мыслями, с нашими желаниями. То есть это вы, в принципе, на правильном пути, если есть страх Божий. Вибрия, это как? В почете? Я прочитала полностью Ветхий Завет, Новый Завет. Начала Новый Завет. Толкование? Нет. Сейчас толкование читаю. Первый раз прочитала просто. Толкование какое? Трехтовник у вас есть? Нет. Я читаю по интернету. Вообще, как это произошло? Это произошло 6 лет назад. Я работаю в огороде. Весна. Они подходят к воротам. Я выхожу. Они начинают задавать вопросы мне. Верите ли в Богу? Вот такие вот вопросы. А у меня как бы Евангелие было всегда. Я когда услышала это, но я как-то всегда жила, всегда думала, что, ну, не думала иначе, да, всегда думала, что Бог есть. Они когда начали задавать вопросы, я начала искать ответы и понимаю, что я не знаю, как будет. Я просто пришла и сразу открыла. Вот что у меня это было первое, что. Я открыла, просто, просто открыла. Не начиная, не начиная, не начиная. Библия открыла? Да, Евангелие. А Евангелие это Библия? Это, да, Библия. Я просто начала читать. Я понимаю, что это как бы не совсем, наверное, правильно было тогда, но это было у меня такое мнение. Я просто как-то помолилась, наверное, там, по-своему, и попросила Бога, чтобы он мне прямо попал. Я открыла и прямо читаю это. И какое-то время, ну, я из прочитанного понимаю, что нужно подумать. Я вот начала, 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 помаленьку, помаленьку. И вот шесть лет тому назад у меня вот прям был какой-то перелом, кризис какой-то вот был. Там семейные проблемы, там что-то внутри, вот это все. И я просто женщину одну знала. И тут по ее облику понимаю, что она верующая. Я ее нашла в городе, приехала и попросила ее поговорить. Ну, поговорили, может, так с ними посидели, и говорю, что мне нужно батюшка, мне нужно исповедоваться. Она меня провела в храм, мы с батюшкой поговорили. И я вот начала плотно вот ходить на все воздушения. Мы с ней как-то очень близко и хорошо общались. И как-то вот у нас все хорошо было. Она такая женщина... Женщина... Так у вас была исповедь, стало быть, вы были уже крещены раньше? Крещение-то было? Ну, было крещение, но... Когда? Где? Ребенком. Ребенком из-за меня было заплачено, и меня полностью не погружали. Когда было крещение? Я не помню, я была ребенком. Сколько лет, я не помню. Но я была уже как бы... Свидетели-то есть о том, что было это крещение? Живые, отец-мать? Мать-то нет у меня, она живая, и отец-мать. То есть практически живых свидетелей вашего крещения нет? Я не могу сказать. То есть может быть это... Только из разговоров? Да. Как вам говорили, что было крещение? Нет, я помню это. Помню. В каком возрасте это было? Ну, я уже была, наверное, 7, так вот точно. Точно не могу сказать. А машины видите, вы здесь начали выходить только? Или куда дальше? Я на Троице, на Троице в своем раме вышла в первый раз. Почувствовала, прям, такие, там, это было я. Неходилось? Я просто послушала, я слышала это. Пробует? Да. И я это сделала. Ну, я очень рада. С ней какие-то прижимания. Не в этом там ничего. А священники как вам относятся? Вы как-то с ними беседуете? Там где-то, может быть, свечи там что-то снимали или как-то там участвовали? В церковных делах храмовых. Так, церковных делах храмовых. С вами кто-то из священнослужителей подходил? Или вы, как все, пришли, постояли, на вас внимания не обратили, и вы просто ушли? И только в интернете вы увидели Игнатих? Нет, я задавала вопросов, я знаю много батюшек, я задавала вопросы, спрашивала их проповедь там где-то. Но таких проповедь, как Игнатий Тихонович, я такого не слышала на неделю. А почему именно здесь уходите? Потому что здесь был Игнатий Тихонович. Ну, Игнатий Тихонович, как Игнатий Тихонович, или именно то, что вы услышали о Христе? Я думаю, что здесь правильно все. А по Слову Божьему вы ориентируетесь? В смысле, могу ли я ответить? Да, можете ли ответить, вместо Писания, да. Я так не могу еще. Игнатий Тихонович, вы давно знакомы? Ну вот и давно, давно я читаю, уже давно. Ну, как бы, вначале было послое, а теперь вот я, вот с Великого Поста, я слушаю, и слушаю на занятиях, с толкованием читаю. И сама, как бы, пытаюсь, уже без занятий, сама тоже читаю. А у вас там аватарка, вот эта картинка есть уже? Да. У Ольги Митина есть. Матя есть. Матя есть. Матя. 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 А девочка сказала, я не пойду. Катя опять она говорит? Она сама хочет. Катя, вы пойдете сюда. Она говорит, я не пойду. Что такое с ней? Болеет у тебя, что она? А ей сколько лет? Уже, на в тринадцать. Слези, садись. Слези, садись. Переживательная такая, да? Ты заявление не писал? Свободь по-моему, ряду с ним. Конечно. Так. Ты понимаешь, что такое человеческая жизнь? Человек живет, а потом умирает. И за этим не заканчивается, а только начинается. Вот эта наша жизнь, сто лет, тысячи лет, мгновения, мигнулись. Ты не крещеный человек, он не церковный. А не крещеный, не уверовавший, нужно уверовать. Тебя, ясно дело, тянет этот мир. Ты даже как приехал, как одежда. Видно, что ты мирской человек. Но ты тут побыла сколько? Ты прямо в бизнесе, насколько полезна она? Не в одеянии только, а вообще. Что скажешь? Она ни разу не воспротивилась в тебе. Мы много-то не надсажаемся. Ежедневные молитвы. Это не однократно. Ежедневное чтение было Слово Божие. Вопросов не было. Но я не знаю, что вы думаете. Дальше ты как думаешь жить? Со Христом или без Христа? Или этот мир тебе что-то обещал дать? Со Христом. А? Со Христом. А? Со Христом. Со Христом вы уезжаете навсегда, и тут уже больше не будете. Это уже наград идет. И поэтому вы отпустите этот момент. Мы не подталкиваем к этому. Но это так. Вот в Израиле, когда он дал поведение, и обрезали всех. Да когда он никогда не слышал о Боге Югова. Не имеет значения. Вопрос поставлен на молчоке. Принимает или не принимает. Это Христос. Это любовь. Это вечность. Это осмысленная жизнь. Поступки. У тебя сразу друзья все будет по-другому. Только надо искренне, искренне покаяться. И отступиться от того, что было. Ненавижу. Презирай этот погибельный мир. Он сгорит весь. Этот мир сам себя уничтожать начал пожирать. Сейчас прям не скрывает нисколько. Прям иступает со всего мира. Это правило поддельное. Поэтому завтрашний день настолько туманный. Настолько лучшие меры готовятся сейчас принять. Что даже сказать нельзя. Так. Подумай хорошо. И на лист твоих можно сходить к батюшке. И батюшка решит. Если он, допустим, такой же крещённый, Чёрную ворону Господь допускает, вылетает, а вылетает, как белые голубицы. Всё на этом. Дай Бог, чтобы голубицы пролетели через сушение. Решает это сушение. Все на месте. Так. Ну иди сюда. Бери второго брата. Убери в неё. Семён. Семён. Сем. 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 Здравствуйте. Давай сюда. Здравствуйте. Родители позвонили. Это я вчера звонила. Я вчера звонила. И чё? А чё? Они ещё сказали. Сзади можно. А как вы там позвонили? Это родители её. Это родители её. Это родители её. Это её дети? А чё они не говорят? Это Терентью. Вы, как говорится, Вам, как говорится... А Терентья не справился? Такая девчонка весёлая, да? Нет. Это Крещатка. Заводите. Колени Двурибина. Колени Двурибина. Колени Двурибина. Колени Двурибина. Это Мозглая. Ну, полезно. Ну, вот задавайте вопросы. Они за мной сильнее. Представлю, идете? Да. Молитесь? С родителями молитесь, да? Ну, в храм, конечно, ходите. Да. Мы в храм ведём. Когда у меня один раз бабушка с собой брала, но когда была ещё Пасха, мы вечером поедем. А у Вас там нету храма? Есть. Есть тоже? Да, но бывает нету из-за карантина. А, ну понятно, смеяться. Сколько лет? Десять. Сколько? Десять. А врату? Шесть. Мы про Библию говорим. Беспресса. А Девскую Библию-то хоть видели раз в глаза? Читаете? Да, я читала. У моей бабушки их очень много. Мы на меня даже несколько даем. Ааа. Ну, что себе. И бабушка сама с тобой читает? А кто бабушевое слово? Дарина Викторовна. Бабушка отличная. Сейчас бы ей характеристику. Вот его характеристику писать. Я бы мог написать только такую, что даже в тюрьму не было. Его? Да. А у Надежды есть. Его отдали сюда, потому что вообще вот он. Через него хататайского. Тюрьму. Просто. Склон и побею его. А куда бежать-то хочет? А? Бежать куда хочет. Красивую скоростью. Он домой был. Он до Барабашей почти нашел. Мы догнали его. Обратно притащили. Через его привел. Может он как Монтегома из Требины Коготь? Все куда-то надо. Но! Я скажу, что уже изменения есть. Уже изменения есть. Он там был сколько? Недели полтора не больше. Изменения есть. Но пришлось у меня круто. Родители запрашивают разрешение лечить крапивы по жопе. Прямо все действие? Прямо все действие? Прямо. Прямо все действие. С подписью. Разрешают. На нее лекарство. Так не было. Ладно. С любой стороны может посидеть. Это из Свердловской области приехали. Город Леш. Леш. А с Валентином Юрьевичем? Галендухин. Валентин Юрьевичем. Уже крещеный, да? Нет. Нет у него. Пока Семёня решили. А, Семёня. Ааа. У вас, говорит, на разные акции? Да. Вот так. А любят? Вот разрешение какое. Но есть надежда на то, что... Там христианское семя может расти. Ты сегодня там, да? На службе? Ее мать. Она у меня в лагере была. Слушай, а кто будет? Вот рядом с тобой сидит. Она много людей нет. Что, никого не будет, да? Вот учитывая тревожность обстановки и выхода из этого, то можно найти есть аргус. Потому что мы уходим. Ну ладно. Косяки помазаны уже в крови. Что? Он тоже уехал. Никого нету. Никого нету. Никого нету. А можно решать? Решил, конечно, батюшка. Ну сколько там? Владимир, брат, руку тянет. Глядать что-то. Можно сказать? Давай. Дело в том, что она же при нас тут, при мне лично. Могу совет один только еще дать. Оставить все мирское. Все песни, ваши шутки. Все это должно искоренить в себе. И читать Евангелие чаще. Потому что у тебя жизнь совершенно мирская идет. А песни чего? Мирские разговоры. Ну там выходил на берег Катюша. Вот такие по этому разные. Ну там другие, не только они. Нет, ну выходил на берег я еще не против. Если вот эти, как Киркоров там сейчас, что-то там. А у них это полно. Вчера они доставили. А эти старые-то песни что-то уж совсем. А родители просят о крещении? Да. Родители просят о крещении? Народные-то что там опять? Марина Геннадь спрашивает. Просят ли родители о крещении детей? Марина и окрещают, что да. Но она отвечает, да. Я не могу против сказать еще. Я только одно, что здесь полностью прерогатива батюшки. Ему открыто, он прозорливается. Он увидит что-то другое. По-моему он. И он отражает. Он близко нет никак. Он и в храме стоит, и где-то его играет, и в пасе, и вот это другое. Но это уже готово сформировавшаяся личность. И вот разблокировать надо. У нас в лагере был ребенок, и я разговариваю. Ну маленький, маленький такой. Вот такой вот тоже. Не разговариваю. Я говорю, почему? Отец зарезал мать на его глаза. А ему было года полтора или два. Он на коломежной матери два или три дня сидел. Ребенок. Ну еще спрашивали. И он как застыл в этом состоянии-то. И так и было. Ну раз он пробыл в лагере меньше месяца, как заговорил, вдруг утрусал и заговорил, засмеялся, побежал играть. Мы как-то и молились. Пятая вода, просто. Его трогать нельзя было даже. Он все абсолютно делал. А ни разговора не было. Народ разный. Шаблонно нельзя подойти. Вот здесь я себе не доверяю. Наверное, здесь он может помочь Пашке ходить. А батюшка может сказать ему, ползи или что по столу. И он увидит, ну другое совсем. Я на длительный срок рассчитываю. А срока этого может не быть. Сейчас бы сказали на год взять. Я бы взял его. Я с ним занимался. Я вижу уже сейчас полторы недели, уже сильно заметно. И он уже бегает начал. Он все время уединяется. А как, собащенка маленькая. И на цепи выводит этот. Где он? Максим. Максим-то где? Максим. Вот. Вот этот сверчок. А он с ним почти одинаково. Вот разница. И он лежит за него. Держите рядом. Все время. И он уже теперь начал с ним вместе бегать и все. Он полностью заблокированный. И он сейчас несется, вместе с ним играют. Я вижу там девчонок мячик обидеть. Он как будто вынулся. Откуда-то неизвестно. Вчера было, что он ел. Выходи, не выходи. Тогда уже я взял за руку. Тогда все сразу пошел. Это человека заново надо формировать. Ну, Игорь, ты его видел, знал в кого. Вы бы так просто его не привели, если бы он сидел и играл. Ко мне приводят дальше мужики куда идти. Дальше только исправительная трудовая колония. У меня были такие привезли. Они и такие гостички. А где родители? Оба сидят за убийством. Отец и мать. Ну, какой ребенок-то будет? А когда до этого дома, так и что они видели дети? А теперь приехал он из лагеря и говорит, бабу учат еще. Баба, там кусочек надо взять вот так вот. А я говорю, баба, баба засмеется и скажет, а я смотри-ка, ты не знала, кто тут за бабой отвечает что-то. Сергей Павлович, что ты скажешь? Простите. Простите. Когда одна женщина говорила, когда ее замужем выходила, я изучала биржамина с ПОКа, самокмаками, как воспитывают. У меня 10 способов воспитания было. Детей не было. А теперь 10 детей ни одного способа нет. Вот так здесь. Примеряем. Бери. Ну вот, мы с ним познакомились, с работой. Работать совсем не хочет и не может. Работать будет. Сразу безоплета оставили, пришел, дай работу. Не, ну шесть летчиком. У меня за Гедулина, я за Светлана был. Ребята. Я работаю. Я работаю. Работать хочу. И не хочет, а работать хочет. А через работу открылась дверь в столовой. Прямо ходит, криком кричит. Работать очень. Работает. Работает. Так, я думаю так. Потихоньку дверь открыть и закрыть и не выпускать. Пусть басечка разбирается. Чтобы не сбежал. Не усану закрыть. А что, прям глазмет разбежит, да? Ты с ним поговорять. Интересно. Ну. Ты мне помогаешь очень хорошо с ним. Как они там называются, аутисты есть? Да, с собаким мяком. Нет, нет, нет. Ну. Постудительно. Нет, я просто говорю. Есть такой характер. Ну, если родители просят отключение ребенка, за него же родители отвечают. Мы отправимся, дальше надо воспитание. Дед верующий. Дед племянник. Мой. Дед племянник. Ваш племянник? Мой племянник. Сурово. 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 Да, еще раз говорю. Не стандартные дети. Мороле деду. Почему? А у вас, говорит, какой порога с собакой? Или я сам с собакой? Я тоже, понимаешь? Я вот почему. Нужно только говорить. Как все быстро. А ты еще и дед? Я деду жизнь, да. Ну что? Уже полковой вода дал. Давай рассказывай. Кто ты такой? Откуда? Зотов Евгений. Я из города Барнаул. Понятно. У меня телефон, вон отмечен. Человек с велосипедом. Я вакуум наблюдал, что подвозу шарится. Я вышел. Кто такой? Как ледовес туда? Это я в интернете его сдам. Решил на жилу рядом еще не познакомиться. Ну и вот начали его вербовать. Приставать. Так? Нет. Я сам пришел. Я привешивал так, как был духовный голоден. Очень голоден. Вот слышал Угнатия Тихоновича, я понял, что не без Иисуса Христа никак не спастись. И без Игнатия тоже. Потому что он меня может привести путем напрямую к Богу. И посмотрев дальше и посмотрев, что такое. Вообще это покаяние. Это у меня покаяние целое покаяние. Это целое покаяние? Да, это надо разорвать, надо сжечь все. Так любой грех на подходе сдохнет. Ну и вот приехал я к Игнатию Тихоновичу. Увидел, услышал. Он меня победил. Сказал, иди до 8. Думай, решай. Бороду, чтобы не трогал. Сказал, где это написано? 10 октября. Где написано, что написано. Я прочитал, уверовал сразу, что бороду стричь мужчине нельзя. Раньше я об этом вообще не знал. Отсюда и начал со мной поход. То есть с осенью я хотел приехать. Потеряю в течение лета. Это уже в прошлой весне, да? Да. В прошлой весне? Нет. Я приехал в мае. Я приехал в мае. Он мне сказал, думай до осени. То есть осенью встретился. Все, летом я думаю, надо съездить. До осени сильно долго ждать. Думаю, летом надо как-то съездить по дереву. Ну, пообщался через форум с ребятами. Они решили, что тебе туда не ехать. Потому что там все как приглашение, но я посмотрел видео, что как люди приезжали без приглашения. Думаю, ладно, буду ждать осенью. Ну, если не дождался, пришел. Мощно. 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 Приходи. Песно пение. На службу. Ну, если... Ну, это поклонение. Я уже как бы не хочу читать его покаяния. Каким это результат? А вот там вот такое огласительное. Огласительное. Оглашение вот здесь. Оглашение. Да. Ну, и все. В осенье я пришел. Первый раз в общину, когда на собрание я пришел. Я понял, что все натурально и все по-настоящему. Я понял. То есть то, о чем я попросил у Бога весьма. То есть я начал ходить в храм, в наши покровские рядом. Ну, и как бы совместил это все с чтением Евангелия. Значало Евангелие, потом Ветхие. Говорят полностью Библия. 77 книг. Я даже не знал, что там их 77. Начал просто-напросто наблюдать, что есть несоответствие. Несоответствие Библии и храме, в который я хожу. То есть это еще раз подтвердило, что я на правильный пути быстро-напросто движусь в общем. Потому что сразу обратил я внимание, когда вот то сегодня я пришел на устав. Было сложно это менять, конечно. Это нам вся полностью объявить во всем. То есть связь порвать с миром. Это самое сложное было для меня. Но я это сделал. То есть под силами, по занятиям с Дмитрием Сидериевым Владимировичем и с Владимиром Александровичем. То есть я многое узнал о своем Боге, о Боге, о жизни православного христианина. То есть переменился я и переменилась моя семья. Ну а как переменилась моя семья? Меня, во-первых, подтопнула к этому шагу моя супруга Елена, Алёна. Вот. Тем самым моя совесть открылась на пасхальный день. То есть в Пасху, это был 18-й год еще. То есть я начал копаться в себе, откуда началось. Могли по Богу, откуда не начался. То есть Господь меня разбудил. То есть он меня, получается, всю жизнь где-то меня прикатил, намекал на последний уже разумный шаг был это 18-й год. Пасху и Пасху. То есть супруга пришла с храма и говорит, сходи в храм. Она все начнет. И я сижу на диване и понимаю, что сегодня я там на дорогу. Потому что как-то каким-то чудом я бывал там ранее. В прошлом году, позапрошлом. Супруга ходила, а выходила. Супруга, да, ходила. Начинала она уже ходить. Как мы были крещеные еще теми моментами, которые раньше были крещения. Поэтому как-то Господь нас где-то призывал. И все, я пришла, а супруга говорит, сходи в храм на все ночные. Тебе это поможет. Каким-то образом она так сказала. Я говорю, сегодня не пойду, пойду с утра. Сегодня там народу сейчас могут быть туда-сюда. Ну и начал я, то есть, дальше я сижу и внутри меня совесть просыпается. Либо ты еще идешь сейчас, либо ты не идешь туда уже никогда. Завтра у тебя уже не будет. И как будто у меня вот так все переволомало тело. Я встал, собрался и пошел. Туда я шел. Много искушений получаю. Сосед выезжает пьяный. Тут туда гаичники стоят. Скажи гаичникам. То есть я чувствую, что откуда-то что-то меня начинает тормозить. Там не надо идти, надо здесь заниматься. Вот консерв. Я говорю, так, стоп. Купла пошел. В храм на все ночные. Пасханную ночь иди в храм. Я зашел. Я простоял дедором на полуслужбе. У меня все заболело. У меня все, от него все. Иди домой. Господь прости. Я говорю, нет. Я вспомнил там потом, что Господь не прости. Потому что потом, когда я уйду, скажешь, а теперь что ты туда пойдешь, Господь тебя не простит? Я думаю, Господи, дай мне силы простоять здесь до конца, до последнего, чтобы я отсюда последний вышел. Дай силы, Господи. Рядом со мной дедушка стоял пожилого возраста, хорошего возраста, такого достойного привычного, наверное, лет 90. И он кланяется. Я вместе с ним, он до пола, и я вместе с ним до пола. И все смотрят. Что за поклоны действительно, что наши люди от нас отлетают. Ну, то есть, я понял, что этим самым я свою спину как бы оставляю, и мне хватает физической силы, чтобы постоять. То есть, молитва пошла, пошел разум, как бы на исцеление. И очнулся я, что я стою самый последний перед крестом. Вот когда крест говорит. Я стою самый последний. То есть, я самый последний выложу из храма, у меня силы вагон, настроение, я лечу. То есть, с немильными шагами, газель стоит, кому-то желание есть помочь. Такое я не переживаю, я никогда такое не переживал вообще. То есть, с утром я проснулся совершенно другим человеком. Я начал поиск. Первая моя исповедь была у священника через год. То есть, в 19-м году. Я искал священника, кому можно исповедаться за всю свою жизнь. То есть, там было столько же ровно, сколько здесь. Вчера я опять это все писал, опять это все вспомнил. Думаю, ну, теперь надо врачу идти, вылечевать и все это с этим окончательно. Ну, а далее пришел я в общину. Начал приходить на благослужение каждое воскресенье. В субботу не мог приходить. В воскресенье начинались у нас занятия. Занятия, если где-то пропускал, я начинал эти записи все пересматривать. То есть, по работе у меня это позволяет, чтобы я с утра и далечко прослушал. То есть, и Инна Тихоновича все больше и больше я избавился в общем. Ну, в общем, почему именно здесь крещение спрашивает? Потому что все по правилам, все достойно честно. И все поканало на церкви, с которыми я спорить никакого не имею права. Потому что все придерживаться писания Слова Божия. А Слово Божие для христианина это закон. Отца Всего Божия. Поэтому Троица для меня, Святая Неразделия, Отец Сын Святой Божий. А Иисус мой Спаситель, который за меня провел кровь. Иисус мой Спаситель. За свои колехи. Женя, ты сказал, что тебя подтолкнула супруга. А сама она в каком положении? В отношении веры? Она верующая православная христианка. То есть мы сразу же обзавелись литературой Игнатия Тихоновича. Это трехтомник. Сразу мы их взяли. Вместе молитесь? Да, мы вместе молимся. У нас еще сын у нас пятилетний. Дочь годовалая. Сын у нас вместе с нами молится, читает Библию. Сам отдельно уже читает пять лет. По буквенам. Утром, вечером, вечером, обязательно пост, среда, пятница. То есть верите пост, это обязательно. Стало быть, она осведомлена достаточно нашей общине. Но к нам она пока не как. Она говорит, что сейчас у меня появится вот эта возможность пост. Наверное, здесь Яна должен выступить. Ты можешь уже помолкать. Ну, сейчас ты не скажешь. Я же как его поручитель. Я в него был. Я сейчас вам расскажу, что в него. Сколько занятий ты провел с ним? Ну, где-то десять или больше. Получалось у нас раз в неделю, в четверг. Практически всю зиму накормились. Они живут недалеко от Покорского собора. В частном доме он живет. У него двое детей. По два часа занятий он начнет. Два часа. Занятия по интернету участвуют сейчас. По интернету, если я не успеваю, допустим... Да, есть в хорошем университете. Это, как называют, дистанционные обучения. Да. Он на всех занятиях практически участвует. К нему в претенции вообще никаких нет. Безотказные. Противоречения ни в Слове Божьем. Иногда любит вина разъяснять простые вещи. Но это придет время тебя научить где-то. Это из-за счет подруга ты будешь меньше картать. Второй вопрос можно? Скажи, пожалуйста, Евгений, считаешь ли ты, что возможно спасение только находясь в нашей общине? Или в других общинах в другом месте? Знаю. Других общин я не знаю. Но община, в которой я нахожусь, в которой я пребываю, я надеюсь, что я буду пребывать в ней до конца своих дней. Я имею право заявить, что это общий непорядок и спасение именно гарантируется. Да. Потому что здесь есть Слово Божие и по уставам в Церкви Святых Канонов и Святых Отцов община живет. Более достойную общину я нигде не видел. Да я ее особо не искал. Мне Господь указал, кто тебя пришел. Мне это все устроило. Слово Божие. Самое главное сыно. У него сам Иисус Христос. А тебе кто-то говорил, что против общины там не ходили? Мне говорили много раз, что Латкинец или что без Латкинец. Ну а хорошо. В ответ один вопрос. Скажи, а вы к кому относитесь, которые нападают? Вы признаете ли, что митрополит Сергий Иванников, потерявший его? Действительно. Почему он к нам приезжает два раза в год сюда со священниками, с семинаристами? И принимает. Вот последний раз он меня вызвал. Мы больше часа беседовали. Называется Миндальной Порис. Ну а как они это? Куда делают? Они никуда это не льют, они начинают молчать. Я сразу показываю. У меня сразу на вооружении телефон, на вооружении любой видеосюжет с Сергеем Иванниковым. Как он посещает потерявку. Говорю, вот это что. Он к сектантам вынесет. Он приезжает в службу, правит, а потом под концерт идет. Я всегда говорю. Он когда-нибудь вообще к сектантам поехал. А в чем он поехал? А не раз сразу? И все это снято, показано. Какая красота. Как он благоволит, обнимает, дарит иконок. А когда батюшки сорок лет исполнился, он где-то был. Он приехал, но даже дома не было здесь. Прямо оттуда, с вокзала, с аэропорта к нам в Бокщину. И награждает, снял с себя крест и на батюшку на ножу налил. Это я вообще не слыхал и не видел такого. В метрополисе была нет? Это было? Я даже не слыхал про такое. Это говорит о полном сочетом подволения. Так он вступил на почве, где все было пропитано ненавистью к нам. И он все потушил, нигде нет. Вообще нет. Ну и самое главное, вот это вот, посмотрите, Вашу встречу с ним. Вот я многим даже по интернету, я говорю, вот смотрите, ну вот тут ссылку даю, но это как Вы назовете? Какое может быть ситуация? Какой? Если бы ветрополит Алтайский вызывает на разговор, то есть не просто там на разговор, а на встречу. Игнатий Зиконович. Я в конце говорю, Владыка, ну Вы что расскажите? Ну что могу сказать? Не умолкаю? Не умолкайте. Все. Игнатий, скажи пожалуйста, какое ты считаешь самое главное качество христанины? Я думаю, самое главное качество христанины это оставаться в своем Боге. Верным будет Слово Богом. Терпение. Смирение называют смирением. Смирение перед Библией, смирение перед Святыми Отцами, смирение перед канонами, священниками. Смирение перед Богом. То есть я ничего не знаю, Господи, уложи, наполни этот сосуд. По-другому у меня сформировалось это как? Готовный след за христом. Готовный? Не сразу. Надо есть смирение, себя раздавить. Отвергнись себя, в первую очередь. Он говорит, а как? Захарий отмечает, он сорвал с себя камелак и давай ковстань. Вот так. Терпение на Вашем спасаете души вашей. Ну да, отвергнись себя, возьми свой крест и следуй за мной. Так, там кто-то есть у Батюшки? Да. Так, кто голосует? Не будем вредно тратить. О, смотри. Спасибо, брат. Я надеюсь, могу вас... Я еще хотел бы, как поручитель добавить от себя, что... По скрипту, да. Игнатьевич, Игнатьевич, я хотел еще добавить от себя, всем присутствующим, молиться за Елену, жену его. Потому что у них двое маленьких детей и ей просто невозможно вообще куда-то случиться. Маленькая девчонка около года, и пацан, он и не болеет, и нельзя ничего есть практически там. У него аллергия постоянная. Маленький такой худой, страшно. Елисей его звать. Поэтому помолитесь, чтобы Господь как-то рассудил вот эту ситуацию у них, чтобы она хоть немного могла освободиться как-то, и она приблизилась ко Христу. Потому что ей тоже надо креститься. Ей тоже надо креститься. Она не просто расположена, она, ну, как будто одна из нас, хотя ни разу не была. Говорит, никуда не, она даже шаг не может вступить. Вот она лежит, наверное, на четверть шаг. Так, ну вот какое дело. Александр Жданов, я правильно сказал? Он ходил когда-то на занятия, у нас были такие конфликтные ситуации. А потом Сергей Павлович с ним как-то встретился и опять насошлись. Медленно так, медленно-медленно пока идёт. У меня ещё есть сегодня вопрос. С кем приехал? Вы с ним приехали? А вас кто взял с собой? Ты взял. А я с Александром. Александр со мной приехал. А? Со мной приехал. С тобой? Да. Ну, тогда сначала, наверное, я тебя прослушаю. Кто это? Александр? Да. Ну, это верующий человек, который в поиске находится очень давно. И несколько раз в городе мы с ним встречались, когда я проповедовал. Я просто, ну, запамятовал его. Вы, да, долго разговаривали, я так понимаю. То есть забыл. На площади, наверное, да? Я забыл. Я в форме был, когда я стоял или нет? В чёрной. Ну, это когда я на площади, помните, Благовестов, в прошедении города. И там постоянно книги ваши были и так далее. Когда решили, что он должен потерять, Кибыч? Потеряет, Кибыч? Ну, вот он все это потеряет. Позавчера. А? Позавчера я просто спросил, поехали с вами. А почему меня не уведомили в этом? Как не уведомили? Ты что, голодный? Я же просил тебя. Это нарушен порядок. Важно поменять. Ну, никуда не годится. Ну, я с вами два раза, Володей. А почему нет? Значит, мы говорили, вот Игорь, мы вам говорили, что Александр поедет сюда. Он говорит, вы... Да, да. А про какого еще? А про этого вчера к нам не говорили? Нет. Про этого нет. Про этого он с Сергеем. Про этого я Игорь сказал, говорю... А я там причем? Я был, молодец парень. Давай на меня на руку. Он приехал, кто за него отвечает сейчас? Понятно. Я отвечаю, я. Сергей Валович. А почему мне нет вину? Он признал уже свою вину. Ну да, что это? Не просто так вина. На колени. Это очень грубое, большое нарушение. Ты привозил, помнишь, я заряжал в племянник или кто? Брат, да. Брат его двое. Я ему говорил, что не надо, он сам приехал. Ну да, ну как его привезли, накопили, отправили. Хороший ролик. Он чуть не берет, аудиторию собрал. Все, нас клинят, а счет-то идет по себе. Ну, может, и Роман тоже такой же соберет. Ну, ребята, скажите немного себе. С какой целью вы приехали сюда? К Александру сейчас вы спрашиваете, кого? У меня вопрос. Вы сейчас его спрашиваете. Александр? Да вот, Александр-то. Это Роман. Это Роман. Это Роман. Это Роман. Это Роман Роман. Меня спрашиваете? Да. Меня пригласил Сергей Пупков. Посмотрите на крещение, как тут. Вот. И я приехал. А вы вернулись? Посмотри. Да, я могу сказать, что я верю в Бога, но у меня не всегда получается, скажем так. А вы считаете себя кем? В Бога верите? В каком вы относитесь? В мусульманин, буддист, христианин? В христианин. В христианин. В христианин. В христианин. А в церкви православной бываете? Да, бываю. Курите? Нет, не курю. Совсем его не берите? Совсем не курю. Нигде не обман. Обман. Да. Понятно. Это вы очень хорошо. И с собой у нас, конечно, закончили. Конечно, но я вчера. Значит, первую ступеньку перешли. У нас курил. Я справился с нами. Дальше где работаете? Я работаю сейчас, я сейчас не работаю, последняя моя работа была. Я работал завхозом в гостиничном банном комплексе. А там у меня... В гостиничном банном комплексе, ну, я не знаю, завхозом, если вы понимаете, что там просят. По-моему, общего, я плохо слышал. Разнорабочий, всякую работу выполнял в гостиничном банном комплексе. А какая специальность у вас вообще? А вообще у меня специальность, я, можно сказать, с юности, я каменчиком 15 лет, каменчиком проработал на стройке. А почему дальше не стали работать? Ну, я по здоровью. Я приболел, в 18-м году я заболел, и как бы я потом выздоровел. А что вы заболели? У меня туберкулез нашли, я увлечился от туберкулеза. Вы как вылечились? Да, я вам увлечал. А откуда, какая причина, что заболели этой болезнью? Не знаю, не знаю. По-моему, вообще славится этой болезнью, много. Тем более, когда у вас прицелудрия знают, у вас болезнь. Со всего, считай, со всех этой каев, все туда толкают. А как вы узнали, что вы выздоровели? Мы, я же научились строить, чтобы дистанции... И вас вы сейчас засняли? Меня не сняли, мне сняли раз в полдона приходить и смотреться. А в чем это у вас выражалось болезнь? Я не знаю, но я не помню, я не могу сейчас это подъявить. Кашель или как-то, или что? Нет, кашель не было, но и слабость как-то была. Я спрашиваю, это не случайно, потому что это заразная болезнь. Я запомнил вас, я не заразный, мне врачи, мне врачи. Я знаю, что у нас тут не есть, поэтому я с товарищем не на пособности. Она у нас была, и в баню пошли спать, мы его ночью сутка. Мы его из бани вытащили, но скорее ночью отправили в город. А мать-то теперь говорит, вы его там заразили, мать-то. А он говорит, мама, так я уж поехал, меня лечили, не навещили. И что интересно, эта женщина за стенкой у нас жила, сгорело же дело. Да. Это было серьезное дело. Никитина 147 были когда-то. Болезнь вот эта. У нас знакомая была Валентина Апанасьевна Шибишева. Она выздоровела. Мы посещали ее всегда. Она лежала, тут военный госпиталь есть такой вот. Где-то там, где ГАИ находится. Ну, у большого моста. Знаешь где-то? Вот там, какой-то госпиталь. И это вопрос очень серьезный. Почему у меня в доме половичок, из-за него уже повод не выходит. Задержать туперкулез. Конечно, смешно это, но Бог милует, мне нету у нас больных. А здесь дети есть. Поэтому будьте очень осторожны. Нигде, как отдельно накормят у нас все, если это новое боль. Сергей Павлович, ты понимаешь меня? Когда женщина получила себе парень в Вадима, мы все щетки, все кипятили, там на солнце прожаривали, скребли. И Бог миловал. Мы войной объявили сразу этой болезни. И так и сейчас. Где быть? Где раздеваться? Где спать? Ты должен все это обнимать. И сделать предложение. Какое? Виноватым, как всегда, буду я. Что-то не... Что-то... Ноги не меньше, что у вас в силе заведены. Я бы не нашла, что у вас в силе заведены. Я бы не нашла, что у вас в силе заведены. Подумать, поговорить. Человек это не оттолкнуть. Хорошо, что они не ходят. И чтобы в ворячка не вошла в эту среду. Я говорю, это все понятно? Игорь Александрович, я говорю, понятно? По-другому никак нельзя. Но нельзя упасать. И мы должны сейчас посмотреть, где вы можете быть, где спать, где питаться какая-то посуда, где общаться, все взять. Вы еще больше не валяли? Ну, сейчас бывает там разное, коронованное от Корана. Потому что вот он пришел, он у нас где-то. Он в Коридоре стоит. Я его знаю. В первую очередь тщательно выбрал руки. Дальше как икона, как креста, он не подходит. Ты в Коридоре стоишь? Я сказал, то назначил, то ли оно с ним. Ну, ты забыла. С какой осторожностью мы подошли. И мы его нисколько не оттолкнули. А он может здоровый. Ну, еще здоровье ему не помешает, и нам не помешает. А нас никто не упрекнет. Иначе нас заблокируют всех. Подряд начнут хватать. Смотри, нам от митрополита Сергия сейчас как навалились-то. Везде просят повалить. Крестный ход Корабельникова. А Таменко Виктор, губернатор, сказал, что мы не собирать все могут. А говорят, там немного было в Крестаковке-то, это, допустим. А? Немного было. Ну, я не знаю. Говорят, для дальнейшего решения, это 300 тысяч штраф. А говорят, будто пришли автобусы, и крестный ход продолжил, сама машина. Правда это и нет. Про это я не читал. Геннадий Тихонович, наутро он говорил, что он месяц был в Корабельниково в монастыре. Да. Никого не заразил там, они там вместе здоровый совершенно человек. Кому не заразил, у нас детские дети. Меры предосторожности нам никогда не помешают. У меня была с одним память, что-то на теле появилось. Мы его отдельно закрыли палаткой. У нас Василий Черепавлов в туберкулезном поле, а вместе с нами ездили, что он ездил. Потому что сколько, когда тут переболеты, туберкулеты? Мы сегодня должны быть осторожны, узнать, какой припел. Обдумать. Не смотрите, что мы говорим об этом, потому что за этим стоит слишком много. У нас дети, а на все. И не дай Бог, когда. Он в другом месте приехал, а говорит, что здесь. Приехали от меня дети, и ребенок один аркнулся там с кащели. Повредил позвоночник. Они мне счет, чтобы я оплатил все лечение и прочее. Да ладно, ребенок влагать не стал. Я во дворе меня, они потеряют их, ударят от меня. Помнишь? Ну вот и все. Игнать Ильич, а давайте отпустим Женю. Женя? Нет, надо же проголосовать. Нужно проголосовать. Нужно проголосовать. В последнее время, братья, вы очень быстро голосовали. Я за это. Давай не успеваем. Давайте проголосуем, чтобы я за Женю. А тебе не приятно ли, что еще? Это выявила особая любовь к тебе, понимаешь? Он нянщился с тобой сколько времени? Я хочу сказать, что занятия, которые мы проводили, он предложил проводить сам. Он, когда узнал, что нужно отвечать на вопросы, он говорит, а как я буду на них отвечать, если меня никто не разъяснит? Я говорю, ну, пожалуйста, давай я разъяснись. Как я буду? А как, говорит, я узнаю? И все, и мы прям начали проводить конкретно. Сначала и не думали. Думали там раз, что-то, ну, местописание. А тут еще Володя подключился с камерой. И получил целый там комплекс. Часами, часами, мы подняли на Союзную Цель. Там о чем только не говорили. Если бы мы ехали, мы потеряли, то он бы сказал, вот, а вот и надо, что к этой препятствии. Так вы, это, почитайте вначале, у него же места писания кругом. И о Троице, про Систан, местописание. И потом о Иисусе Христе. Нет, то... Это покояльный. Это покояльный. Корректор А.Кулакова